Грандиозный скандал на Мосфильме. Пропал исполнитель главной роли в новом фильме Леонида Гайдая «12 стульев». Владимир Высоцкий, который должен был играть Остапа Бендера, в первый же съёмочный день не явился на площадку. Вы не представляете, каких сил, нервов Гайдая в то время надо было, сколько это всего стоило, пробить его замысел и комедию. И когда он бился за Высоцкого, все понимали, что, конечно, это действительно. Съёмочная группа пересуды. Забухал не иначе. Леонид Гайдай нервно курит одну сигарету за другой. А его ассистенты обрывают телефоны Высоцкого и обзванивают больницы морги. Да. Сильно горит. По всей видимости, работы в театре на тот момент не было у него. И он куда-то уехал к другу, там, пьянствовать, не пьянствовать. Высоцкий может уйти в запой в любой момент. Хватает буквально одной рюмки, и он исчезает на несколько дней. Это была болезнь, да, ему нельзя было вообще пить совершенно. Он болен, то, значит, если он выпьет одну рюмку, это прекрасно понятно, что уже человек остановиться не может. Любимые алкогольные напитки Высоцкого – вино и водка. Он проводит концерт, а рядом на столике стоит бутылка вина, из которой он отхлёбывает прямо из горлышка. Друзья Барда рассказывают, он может вылить бутылку водки в фужер и залпом его осушить. А какие-то застолья, все проходят только так. Всё равно всегда стол заставлен. И все начинают, выпей, Володя, за твоё здоровье, выпей за наше здоровье. Высоцкий пытался бороться с запоями. В какой-то момент даже бросил пить. Но алкоголь заменили наркотики. Один врач посоветовал ему морфий в качестве средства выхода из запоя. Мол, один укольчик, и вы снова в форме. Высоцкий быстро подсел на иглу. Колют иглы меня, до костей достают. Он несколько раз лечился и боролся с этим. Боролся по-настоящему. Он ненавидел зависимость. Ненавидел. Но вот зависимость от наркотиков, это было сильнее ему. Зависимость Высоцкого не раз становилась причиной срыва в съёмке или спектакле. Вот или они до Гайдая он подставил. Тот отыскал Высоцкого только через 10 дней в тысячах километрах от Москвы. Как Гайдай мне сам рассказывал, вот чуть ли не в какую-то тайгу, в какую-то сторожку, к какому-то другу, где он там запил по полной программе, чтобы достать его было невозможно оттуда. В итоге Гайдай махнул на Высоцкого рукой и заменил его другим актёром. Роль Бендера досталась Арчелу Гомиашвили. Командовать парадом буду я.